А мы напоминаем, сегодня Международный день детской книги. Поэтому сегодня нужно рассказать как минимум сказку, как максимум про Колобка. И я хочу на этой интересной нотке пригласить в кадр молодого человека, очень молодого и очень талантливого человека. Он создает мультфильмы при помощи нейросети по детским книгам. Владислав Бархатов. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Давно увлекаешься мультфильмами? Ну, вообще, если не ошибаюсь, то я начал еще заниматься мультфильмами с 7 или с 8 лет. Ого, давно. Ну, в твои 25 это хороший опыт. Почему решил этим увлечься? Я увидела, как снимают некоторые ютуб-блогеры, и они становятся популярными. Их все любят, у них появляются фанаты. Вот. Я тоже захотел, в принципе. Мне это интересно. Да и, в принципе, хочется фанатов. Да, идти от сердца – это очень хороший выбор. Очень круто. Когда получаешь удовольствие от своего дела. Ну, я думаю, в будущем, а может быть уже сейчас, можно получать от этого финансовую прибыль. И удовольствие. Да, получается. Сколько ты уже мультфильмов нарисовал, создал? Ну, вот если именно благодаря нейросети, то два фильма. А так, в принципе, я не считал, но их много. Довольно. Я слышала, что ты делаешь мультфильмы с помощью нейросетей. Какой пользуешься? Ну, вот в первый раз я использовал нейросеть Меджорни. И, к сожалению, с 2023 года эта нейросеть стала платной. Но сегодня, ой, не сегодня, а в этом году я использовал три нейросети. Это Playground, Яндекс.ГпТ, а также Нейрокит. Расскажи, пожалуйста, каким образом ты создаешь мультфильмы при помощи этих нейросетей? Ну, вот Playground – это нейросети, при помощи которой можно создавать какие-либо иллюстрации. Яндекс.ГпТ – это нейросеть, которая может создавать уникальные тексты. А нейросетей может озвучивать эти тексты. То есть, получается, у тебя три шага. То есть, ты вначале взял какой-то сценарий, создал для него иллюстрацию, потом текст и потом озвучил. А что потом? Три отдельных категории. Что с этим совсем делать-то? А потом надо смонтировать. О! В какой программе работаешь? Ну, для того, чтобы обрабатывать иллюстрации, я использую Adobe Photoshop. Для того, чтобы обрабатывать озвучивание, я использую Adobe Audition. А чтобы озвучивание и иллюстрации вместе соединить, я использую Adobe Premiere. Вот это да. За какой период времени ты научился работать с этими инструментами? Сколько времени понадобилось? Имеете в виду с программами? И с программами, и с нейросетями. Как вообще, мне кажется, я бы полжизни потратил на все это? Ну, вообще, это довольно просто. Ну, не скажи. Я вот работаю с нейросетями, и достаточно сложно иногда запрос сделать такой, чтобы она тебя поняла. Потом приходится напильником обрабатывать то, что она тебе выдала. У меня еще много картинок в плейграммде было, и в стиле аниме, вот буквально, почти каждая вторая. Наверное, вот из аниме. Есть просто такой талант, потому что работать с нейросетями тоже не каждый сможет. Есть такой талант с нейросетями разбираться. Задавать команды, да, 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 нейросетям. Ну, очень здорово, что ты этим занимаешься. И у тебя самое главное получается. Какой мультфильм или какая работа твоя любимая? Ну, вот у меня любимая работа – это «Жители Амазонки». Классно. Классно. Это тоже создано при помощи нейросети, но только там уже я использовала мейджорный. Моя самая первая нейросеть. Какие планы на будущее? Расскажи. Ну, собираюсь точно так же, благодаря нейросетям, создавать видеоролики. Зарабатывать. Планируешь на нейросетях? Да, планирую. Ну, говорят, очень перспективное направление. Нам такие, как ты, нужны. Расскажи, пожалуйста, какие книги предпочитаешь, что тебе больше нравится? Даже не знаю, мне все книги нравятся. Ну, какая-то есть любимая? Любимая? В каком стиле? Или которая запомнилась? Фэнтези художественная. Ну, скорее, это фэнтези и это серия книг. Поскольку моя любимая книга от Алекса Гитта про Майнкрафт. Нам сказали, что ты участвовал в каком-то конкурсе и даже занял призовое место. Расскажи об этом. Да, я участвовал, получается, в начальных классах в первоцвете, а вот сейчас в пятом классе я участвовала в серебряном ростке. И я оказалась победителем среди города. Вся защита первоцвета, а также серебряного ростка, проходит в первой гимназии города Уссулия-Сибирская. Расскажи, что за работа была в серебряном ростке? Ну, вот это работа, которая создана благодаря трём нейросистям. Это мультфильм, да? Это легенда Байкала. О, какое красота! Видео, то есть это было видео легенда Байкала. Это видеоурок. Здорово. Там какая-то определенная легенда или просто? Определенная. Я нашел в интернете красивую легенду из Байкала. Называется «Легенда о трёх ветрах и омулёвой бочке». Угу. Но, к сожалению, я не смог найти красочных иллюстраций, поэтому я использовала нейросети. Поэтому я их создал. Этот видеоурок можно посмотреть и зрителям, а также вам. Он находится в свободном доступе. С удовольствием это сделаю. И посмотрим прямо сейчас. Хоры Канья, Якуты, Эвенки и Буряты, населявшие в разное время берега Байкала, поклонялись ему, зная загадочную силу и своевольный нрав озера. У Байкала были пять помощников ветров богатырей. Наводили эти ветра страх на всех в округе. Над рыбными угодьями Байкала хозяйничали верный друг и товарищ Култук и честный и открытый Баргузин. Эй, Баргузин, давай в нашу любимую игру позабавимся. Погоняем омулевую бочку. Чтобы косяки омуля тоже порезвились и поплавали за ней по Байкалу? Конечно, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, Култук, это же Сарма. Какая она красивая. Какая она могучая. Я влюбился в нее. Сарма, я ветер Култук. Я удивлен твоей силой и могуществом. Я ветер Баргузин. Я сражен твоей красотой. Выбери одного из нас себе в мужья. Я великий ветер, хозяйка Малого моря. Да, я выбираю себе жениха. Но мой жених должен быть равен мне, такой же сильный и могучий. Слышала я, что есть волшебная амулевая бочка. Так вот, хочу, чтобы отныне эта бочка жила в Малом море, чтобы рыба была здесь видана-невидана. Кто из вас мне эту бочку принесет, тот и станет моим мужем. Баргузин, постой, а где же бочка? Мы потеряли ее. Наверное, Байкал забрал бочку, потому что она стала причиной нашего раздора. Никому не достанется Сарма, если не найдем бочку. Передай богатырям-ветрам, что я не выйду ни за кого из них, раз они не смогли мне подарить амулевую бочку и потеряли ее. Ветры-богатыри, я прилетел от хозяйки моей Сармы. Она не выйдет ни за одного из вас. Значит, так тому и быть. Когда ветра утихли, Байкал вернул бочку. Вот она, амулевая бочка. Скорей надо забрать ее. Эй, Култук, я предлагаю мир. Смотри, амулевая бочка вернулась к нам. Это знак. Пора вернуть нашу дружбу. Так и не досталась Сарма никому. По сей день одинокая, могущественная хозяйка Малого моря. А Култук и Баргузин хоть и вернули свою дружбу, но обида до сих пор осталась в сердцах ветров богатырей. Замечательный мультик, мне очень понравился. Скажи, пожалуйста, вот есть такой проект «Учимся с нейросетью». Расскажи о нем, пожалуйста. В этом проекте я рассказываю, как можно работать с нейросетью и в то же время учиться. Видите, чтобы работать с нейросетью, вот просто необходимо знать материал. Из-за того, что вот эти вот все описания, которые надо сделать в иллюстрации, все эти тексты из Яндекса, GPT, это же нужно знать материал, чтобы точно задать. И тебе нейросеть все точно сделала. И нейросеть исключает бездумное копирование с интернета. Благодаря нейросетям я смог создать видеоурок, который находится в свободном доступе. А также его может показать любой учитель. В своем классе я уже показал свой видеоурок. Что сказали? Какая обратная связь была? Одноклассникам очень понравилось. Здорово. Благодарим тебя, что ты к нам пришел в гости. Тебе успехов в твоей работе. Развивайся, обучайся. Да, я тебе тоже хочу поблагодарить таких людей, как ты. Немного, которые что-то создают, а не просто используют, придуманное другими людьми. Поэтому всяческих успехов тебе. Ты большой умница. И спасибо, что пришел. Пожалуйста. Приходи к нам еще. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин